Шалом, дорогие участники проекта Даркейну. Меня зовут Моти. Вы знаете, в последнее время в кафе при огромных организациях, ну, например, как Икея, появилось интересное правило. Каждый посетитель платит одинаковую сумму, но использует ее по-разному. Например, каждый может выпить столько Кока-Колы, сколько его душе угодно. И тут началось такое, вы даже себе представить не можете. Кто-то начал приходить с литровыми бутылками и набирать их колой, а кто-то даже тащил пятилитровые фляги, чтобы урвать себе побольше колы. Как вы думаете, имели ли они на это право? С одной стороны, конечно, да. Ведь в этом заключается правило, что каждый платит одинаково, а берет сколько хочет. Но с другой стороны, зачем брать лишнего? Тем более, учитывая то, что через несколько часов из Колы пропадут газы. Да и может, вы возьмете столько, что не хватит вашему другу, который придет после вас. А зачем вообще много думать? На этот вопрос уже есть ответ в нашей недельной главе. Уже были такие люди, которые, как в наше время, приходят с пятилитровыми бутылками набирать себе колу, лимонад, фанту, что бы то ни было. Такие же люди уже были, только когда-то давным-давно. В нашей недельной главе упоминается история с маном. Все люди собирали ман. Написано так. Кто-то брал себе больше, а кому-то доставалось меньше. Но в итоге все эти люди приходили, каждый в свой дом и мерили, сколько мана у них получилось ухватить. Получалось, каждый брал одинаковое количество мана. Те, кто брал больше и те, кто брал меньше, брали одинаковое количество ман. Получается, зачем напрягаться? Возьми столько, сколько тебе нужно. Ну а почему все-таки не взять лишнего? Ведь пригодится на будущее. На это есть прекрасный пример от Рэба Цамахцедека. Рэба говорит, что все наши материальные нужды подобны одежде. И когда одежда слишком длинная, она не только не помогает нам, а абсолютно наоборот. Мы об нее спотыкаемся. То же самое с материальными нуждами. Когда их слишком много, это не помогает нам, а является препятствием в служении Всевышнему. Но все-таки так хочется взять. Может быть, завтра мне уже не достанется. У меня для вас кое-что есть. Видите доллар? На обратной стороне доллара написана очень красивая фраза. In God we trust. Здесь не написано слово believe, вера. Здесь написано слово trust. Что это значит? Это значит, что когда мы верим, будет хорошо. Будет хорошо. Но мы не просто верим. Мы уверены в том, что у нас выпадет ман, будет кола, и все с нами будет хорошо. Спасибо за просмотр!